В отношении России Ну, разумеется, по-прежнему очень важной ключевой составляющей наших двусторонних отношений остаются экономические связи. Россия продолжает оставаться основным внешнеэкономическим партнером Армении. По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами вырос на 11%, достиг практически 2 миллиардов долларов, что составляет более четверти, 26% всей внешней торговли Армении. И необходимо подчеркнуть, что вот этот двузначный рост – это отличный результат с учетом в том числе стабильности в мировой экономике. Россия продолжает оставаться основным инвестором в армянскую экономику. На конец декабря 2018 года объем накопленных российских инвестиций составил почти 2 миллиарда долларов. За 2018 год объем чистых прямых инвестиций России в реальный сектор экономики Армении составил почти 125 миллионов долларов. В Армении на сегодняшний день функционирует более 40 крупных предприятий со 100% либо частичным участием российского капитала. Всего же здесь зарегистрировано 2228 российских компаний. Компании действуют в ведущих отраслях экономики страны – энергетика, транспорт, банковский сектор, добывающая промышленность, металлургия, связь и другие сферы. Причем эти компании входят в список крупнейших налогоплательщиков Армении. Такие компании, как «Зао Газпром Армения», выплаты этой компании в госбюджет по итогам 2018 года составили 81,6 миллиона долларов США. «Геопромайнинг Голд» выплаты 34,4 миллиона долларов США. И электрические сети Армении выплаты 22,1 миллиона долларов США. Ежегодно вот эти компании ежегодно входят в топ-10, в десятку крупнейших налогоплательщиков страны. И к тому же являются крупнейшими работодателями республики. Кстати, «Зао Газпром Армения» находится в лидерах по итогам первого квартала текущего года. За это время бюджет Армении этой компании был перечислен на порядка 30 миллионов долларов. И что очень важно, и такое понимание в компаниях с российским участием ОМО неуклонно растет, бизнес является социально ответственным. Эти компании занимаются, все более активно занимаются софинансированием гуманитарных проектов, нацеленных на содействие социально неизвимым слоям населения, значимым культурным мероприятиям, поддержку спорта, образования. Я уверен, что эта работа будет, эта тенденция будет продолжаться. Я общаюсь с руководителями этих компаний достаточно тесно. Знаю, что такое твердое намерение работать в этом направлении, активизировать работу в этом направлении имеется. Как известно, важной составляющей наших связей в экономической сфере является приток некоммерческих трансфертов физических лиц. По данным Центробанка Армении, Россия на протяжении всего периода статистических наблюдений занимает первое место по объему таких поступлений. По итогам 2018 года приток трансграничных переводов физлиц из России в Армению составил чуть более миллиарда долларов. При общем объеме поступлений из всех стран порядка 1,8 миллиарда долларов. Очень важная и приобретающая все большую важность составляющая наших отношений это культурно-гуманитарные связи. В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге была подписана программа сотрудничества между Министерствами культуры наших стран в 2019-2021 годы. Ярким и в какой-то степени знаковым событием стало выступление с балетом ГНР на сцене Большого театра коллективом Национального академического театра оперы и балета Ивана Спиндиарова. Связи наши в культурно-гуманитарной сфере носят постоянный характер, буквально недавно. Здесь в Азмении, в Ереване, в Азиатуре, прошла неделя российского кино, в ходе которой армянский зритель мог посмотреть, причем посмотрел бесплатно, новейшие российские фильмы, очень кассовые, очень востребованные у российского зрителя. Здесь это своего рода подарок наших кинематографистов армянскому зрителям. Совсем недавно, буквально на днях, прошла неделя русского языка, привлеченная к 220-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это 6 июня было. 6 июня в связи с этим является и Международным днем русского языка. Активно развиваются связи в сфере образования. Если говорить о высшем образовании, то продолжается выделение квот на обучение в российских узлах за счет федерального бюджета России. В следующем учебном году обучение на бюджетных местах в России начнут более 200 студентов из Армении. Всего же по этой схеме в России обучается более полутора тысяч граждан Армении. Еще один момент, который я хотел бы выделить, думаю, что он имеет особую эмоциональную и духовную значимость. Это то единение, которое я здесь как посол ощутил в дни праздника Великой Победы. В связи с этим, здесь прошла целая серия мероприятий. Уже в январе в ряде городов прошли мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. Совместно с нашими белорусскими коллегами мы отметили 75-летие освобождения Белоруссии. Ну и повторяю, конечно, самым таким эмоционально заряженным было празднование Победы 9 мая. Все, наверное, видели шествие бессмертного полка в Ереване, также в ряде других городов. И я сам принимал участие в этом шествии. И должен сказать, что вот эта энергетика, ощущение того, что это действительно личный праздник каждого участника, поскольку всем известно, насколько было широким участие армянского народа в борьбе против фашизма, насколько массовым и героическим было это участие. И действительно чувствуется, что это праздник, личный праздник для очень многих граждан Армении, семейный праздник. В этом году, по подсчетам, в шествии бессмертного полка приняло в целом участие более 10 тысяч человек. Должен сказать, что мы, конечно, очень внимательно следим за теми процессами, которые в республике Армения. Для нас это братская страна, связанная с Россией, многочисленными, в том числе, человеческими, личными узами. Но, как я уже говорил на предыдущей пресс-конференции, мы, конечно, очень внимательно, очень, так сказать, с большим сочувствием, но очень бережно относимся к тем процессам, которые здесь идут. Считаем, что армянский народ с его великой историей, традициями, опытом, это народ мудрый, который сумеет решить стоящие перед страной. Задача вызвана должным образом. Россия была, есть и будет рядом. Спасибо вам за внимание. Теперь готов ответить на ваши вопросы. Насколько удается сторонам, властям обеих стран нейтрализовать те возможные негативные последствия таких трагических инцидентов? Не обращают ли подобные трагедии наши двусторонние отношения в общественном восприятии? Спасибо. Спасибо за вопрос. Во-первых, я хотел бы отметить, что касается вот этого трагического события в Гюмри, следствие продолжается. Давайте мы дождем его результатов. Что касается в целом подхода вот к такого рода трагическим событиям, ну, я думаю, что здесь с обеих сторон есть полное взаимопонимание того, что в наших отношениях может всякое случаться. Все мы живые люди, но есть то, что нас объединяет, тот стержень наших отношений, который определяет эти отношения уже на протяжении веков и сейчас. И, разумеется, наша задача здесь, чтобы такие, пусть и трагические, но текущие события, они не политизировались, не допускалось того, чтобы вот это хоть каким-то образом могло нанести ущерб тому сущностям, тому самому важному, что нас объединяет. Поэтому, как вы знаете в своих комментариях, российское руководство и армянское руководство очень осторожны на этот счет. Все это делается для того, чтобы здесь не было политически заряженных каких-то высказываний, комментариев, которые информируют о своей работе. И этого, как я считаю, достаточно. Другое дело, конечно, что наши отношения настолько значимы, что они вызывают различные отношения к себе со стороны разных сил, разных, скажем так, может быть, и государств. И, разумеется, эта политическая значимость наших отношений, она, в общем-то, подчас служит, как бы, такой причиной того, что некоторые пытаются предать такого рода трагическим событиям какую-то политическую окраску. Ну, повторяю, позиция руководства наших стран на этот счет очень твердая. Эти трагические инциденты должны расследоваться компетентными органами, виновные должны нести наказание, но к отношениям между государствами, к отношениям между братскими народами они не должны иметь никакого касательства. Давайте, наверное, общественное телевидение Армении продолжим. Спасибо большое. Хочет, Анна Артура, у меня одна тема и два вопроса. Карабахская проблематика. Во-первых, как вы помните, в 2016 году у нас была война четвергневная, и многие обвиняют Россию в том, что она не смогла предотвратить столкновение сторон. Спустя два года, когда ситуация на линии соприкосновения со словом обостряется, есть жертвы с двух сторон, есть ли у России реальные механизмы недопущения эскалации ситуации на линии соприкосновения? Потом добавлю второй. Вы знаете, ну, конечно, Россия играет очень важную, значимую роль в процессе Нагорно-Карабахского регулирования, в том числе опираясь на отношения, которые ее связывают с Республикой Армении как стратегическим союзником, и с Республикой Азербайджан, которая является нашим тут же данным партнером. Мы действуем в составе Минской группы сопредседателей и принимаем отдельные координации с нашими коллегами из Минской группы отдельные шаги в этой сфере. Вы знаете, что не так давно министр иностранных дел России Сергей Вячеславов собирал в Москве своих коллег из Армении, из Азербайджана, были здесь недавно сопредседатели Минской группы. То есть эти механизмы, они есть, они работают. Россия традиционно придерживалась четкой линии в этом вопросе, что мы за то, чтобы, во-первых, не было эскалации, и для этого предпринимаем все те шаги, которые мы можем предпринимать. Чтобы был налажен устойчивый переговорный процесс. Но понятно, что в конечном итоге решение этого вопроса это решение сторон конфликта. И здесь, я думаю, что нужно сбалансированно подходить к роли России. Она значима, безусловно. Она активна, но она не может заменить позицию действия самих сторон. То есть наша задача – содействовать. И те механизмы, те возможности, которые мы имеем, мы используем в полном объеме. Но говорить, что все зависит от России, наверное, не совсем правильно. Я ни в коем случае не хочу нарушать регламент, просто дополнение, если можно, небольшое. Есть венские и петербургские соглашения, и в частности в Венске четко отличается, что стороны должны стремиться к тому, чтобы найти механизмы расследования инцидентов на линии соприкосновения. Россия, по сути, гарант выполнения этих соглашений, особенно санкт-петербургских, потому что проходили в Санкт-Петербурге, понятно. И, смотрите, есть такая точка зрения, есть такая позиция – Армения за, сторонники за, остается Азербайджан. Есть ли способ повлиять на позицию? И все понимают, что это, по сути, сейчас может быть один из ключевых вопросов для того, чтобы люди не погибали на границе. Вы знаете, я думаю, что эти вопросы, они очень активно обсуждаются в тех механизмах, которые действуют в рамках Нагорно-Карабахского регулирования, в том числе в составе, имея в виду, именскую группу. Я бы не хотел углубляться в этот вопрос сейчас, потому что вам могу сказать прямо, что я не являюсь инсайдером, как посол здесь в Армении, вот этих дискуссий, которые, в общем-то, сами по себе непростые, имеют богатую историю, и, как вы знаете, много нюансов, тонкостей, поэтому я бы не стал отдаваться в детали и комментировать с тем, чтобы быть неправильно понятым и интерпретированным. Айк, пожалуйста. Айк Халатян, агентство «Горобки» Евразия Дели. Продолжая предыдущий вопрос, он очень схож с ним. В последнее время наблюдается очень сильная активизация военного сотрудничества Азербайджан и Турции как двусторонним формате, так и трехсторонним с участием Грузии. Вот завтра министр обороны трех республик будут встречаться. И при этом две стороны этого сотрудничества прямо подчеркивают, что оно направлено именно против Армении, ее интересов, как бы четко обозначено, против кого это сотрудничество. Ну и Кулан, некоторые другие страны тоже упоминаются. Вот интересно, какова позиция России в этом отношении, учитывая, что Армения член УДКБ, кроме УДКБ есть двусторонние соглашения военно-политической связи между двумя странами. Интересно, какая позиция по отношению к этому России? Ну, вы знаете, традиционно Россия, во-первых, как вы знаете, выступает за исключительно мирный характер решения Нагорно-Карабахской проблемы. Во-вторых, даже в своих действиях практических в регионе Россия исходила из необходимости того, чтобы не создавалась ситуация, которая бы провоцировала желание идти на военную эскалацию ситуации. И третье, Россия, являясь стратегическим союзником Армении, делает много для того, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности. В частности, вот я упомянул, да, состоялась и так давно комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которая, на мой взгляд, подтвердила, что связи в этой сфере с нашими странами развиваются достаточно успешно. Я опять готов напомнить о деятельности здесь российской военной базы. То есть весь этот комплекс вопросов, я думаю, вполне отражает позицию реальной, так сказать, реальную позицию и видение России ситуации здесь. Радио «Свобода», пожалуйста. Радио «Свобода», Артак. Господин посоль, у меня две вопросы. Во-первых, как вы знаете, премьер-министр Николай Пашинян в Санкт-Петербурге встречался с президентом России. Как вы отчинете эту встречу? И второй вопрос. В интернете попала информация об домашнем аресте бывшего чиновника Микрана Пашинян. Можете ли вы утвердить эту информацию? Спасибо. Что касается встречи двух лидеров, то, по моей информации, она прошла конструктивно, плодотворно. Обсуждались актуальные вопросы наших отношений. Я, насколько знаю, и премьер-министр Армении давал оценку этим переговорам на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Так что, мое понимание такое, что этот контакт стал еще одним этим кирпичиком в выстраивании доверительного, конструктивного, плодотворного диалога на высшем уровне, политического диалога на высшем уровне между нашими странами. Что касается ситуации с Погасяном, официальной информации посольственной, это что-то не поступало. Я могу, как и вы, основываться на сообщениях СМИ, но я думаю, что, нет, вы от меня ждете, и, наверное, мне не стоит заниматься комментариями, сообщениями СМИ. У вас какое мнение на этот счет, вы какую перспективу видите? Спасибо. Вы знаете, вы правильно здесь отметили, что переговоры продолжаются, да, ведутся они, это комплексные, так сказать, вопросы ведутся они в формате и с участием «Газпрома» и с участием «Газпрома», как, так сказать, главной компании Министерства энергетики, правительств двух стран. Это комплекс вопросов, да, то есть здесь вопрос тарифов, вопрос цены на газ, вопрос инвестиций «Газпрома» на предстоящие годы, достаточно весомые, насколько мне известны инвестиции, то есть переговоры, вот, ведутся в этом формате, формате, так сказать, заинтересованных структур, насколько мне известно, они, в общем, как бы, достаточно скоро должны завершиться, но пока этого нет, давайте, какой-то дополнительной формат структур. Горопорак, пожалуйста. Господин посол, как Вы считаете, справедливо ли возмущение армянских фейсбуков по поводу того, что по большинству у них Мария Захарова издевалась над русским языком Николы Пашиняна или, может быть, акцентом, над акцентом? И второй вопрос. Бывший посол в Ватикане Миккар Минатян недавно заявил о том, что должна измениться архитектура в российско-армянских отношениях кардинально. Считаете ли Вы, что есть такая необходимость в всяком случае в штрихах? Ну, что касается первой части Вашего вопроса, Вы имеете в виду вот то высказывание, да, Марии Захаровой, ну, по-моему, она сама все пояснила, да, то есть там ее слова были интерпретированы как насмешка, и она тогда вынуждена была просто продолжить, да, то есть привести всю цитату, а, в общем, все это было, речь шла о том, что надо решать все на основе учета и уважения интересов друг к другу и находить взаимоприемлемые решения. Она, по-моему, дала этому однозначную оценку. По сути, приведя это как пример подхода, который должен быть, вот, поэтому, ну, как здесь сказать, думаю, что, вот, скажем так, первый вот этот всплеск эмоций, он спадет, а уже более такое реально объективное отношение к тому, что написала Мария Захаровка, и в позиции возобладает, а вопрос, что называется, а мы для вопроса больше не существуем. Что касается идей по поводу переформатирования архитектуры российско-армянских отношений, ну, вы знаете, наверное, это вопрос скорее для такой экспертной, солидной экспертной площадки и многочасовых обсуждений. Я думаю, что, если вы хотите знать мою позицию, я думаю, что есть, скажем так, константы в наших отношениях, да, Россия нужна Армении, Армении нужна Россия, нужна Россия, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы Армения была сильной, процветающей страной, мы рассматриваем ее как надежного союзника, а вот как бы, вот в рамках вот этих базовых, так сказать, да, ну еще к тому же очень важно то, что наши отношения важны для людей, да, то есть для граждан наших стран, с учетом вот тех очень глубоких личных связей. Вот в рамках вот этих параметров, наверное, можно говорить о каких-то совершенствованиях, вот там, может быть, изменениях, но главное, чтобы вот это сдержание, какие-то константы в наших отношениях не сохранились. Если это есть, то, естественно, можно обсуждать разные варианты. Комсомольское право, пожалуйста. Комсомольское право в Армении. Господин посоль, как вы знаете, в эти дни нахидевания Азербайджан и Турция совместные военные учения проводят, масштабные. Интересно, насколько для вас, для России, для Армении эта причина тревожится. Есть еще информация, что министр обороны Турции был в последнее время на границе, а именно на турецком. И что вы можете сказать об этом, кстати? Ну, разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы сохраняла стратегическая стабильность. Может быть, Андрей Владимирович со своей точки зрения наш военный Атташе, скажет, как наши военные оценивают эту ситуацию? Военный Атташе Российской Федерации, Игорь Ищенко, Андрей Владимирович. Что касается данного учения, то оно представляет достаточно интересное, но это с точки зрения статистики. И, как господин посол отметил, сохранение стабильности в данном регионе. Никакой угрозы оно не представляет на текущий момент. Это плановое учение проходит в соответствии с заявленными целями и задачами, и поэтому мы наблюдаем за данным учением. Ну, и по дополнению скажем, что и наша 102-я база также за ним следит, учитывая, что находится она на стиле Атташе. Спасибо. Большое спасибо всем вам за то, что откликнулись на наше приглашение, пришли. Я думаю, что через полгода, наверное... Ну, не будем загадывать, но будем к этому стремиться. Все. Всем большое спасибо.